В канун Нового года все заняты своими делами, готовясь к празднику. В заботах и суматохе никто не обращает внимания на проблемы братьев наших меньших. А они порой на себе испытывают всю человеческую жестокость. Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в нашем городе 17 декабря. Бездомный кот, сидевший на автобусной остановке, по словам очевидцев, стал жертвой пока неизвестных людей, которые без причины избили его. Свидетелем происшествия стали неравнодушные пенчане. Позвонила девушка на мой телефон примерно в часов 9 вечера. Сообщила о том, что на остановке избили кота. Как все было, рассказала, она работает в киоске на остановке. Услышала мяуканье. Думает, говорит, наверное, покушать, покормить. Покормиться пришел, пойду, выйду. Выхожу, смотрю, кот лежит избитый. Спросила, что произошло у стоящих людей на остановке. Сказали, что шли два парня каких-то. Бросили кота, ногами начали пинать. Она вернулась в киоск, взяла коробку, положила его уже на улице, оставила в коробке. А через 5 минут услышала плач. Девушка вышла на плач. Над коробкой уже стояли пара молодая. И рассказали, что шел какой-то нетрезвый мужчина. Подошел к коробке. И, можно сказать, проделал то же самое. Выбросил кота с коробки, начал пинать. В тот вечер взвод защитники приняли два звонка от очевидцев этого происшествия. И забрали кота, который находился в очень тяжелом состоянии себе. Мы кота забрали к себе на ночь. Лечебница уже не работает, конечно, в такое время. В 6 утра примерно кот у нас умер. Но мы решили, что нужно об этом сказать, заявить. Поэтому кота мы доставили в лечебницу, произвели вскрытие, оставили его там. На сегодняшний день ждем заключения и готовим заявление в милицию. Вскрытие трупа животного провели на ветеринарной станции. Оно показало, что у кота различные политравмы. Перелом таза, перелом костей, голени правой лапы, перелом хвостовой части позвоночника. Зоозащитники говорят, что подобные проявления жестокости в нашем обществе далеко не редкость. Напоминаем, что уголовный кодекс предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Ну а пока зоозащитники просят свидетелей данного происшествия обратиться к ним.